И снова здравствуйте, уважаемые дамы и господа! Мы продолжаем наш тренинг по специальному мануальному массажу и сейчас мы переходим к уникальному массажу это висцеральный массаж живота Давайте поподробнее я нарисую и посмотрим, что же там происходит и что конкретно мы делаем Посмотрим вниз Сначала нарисуем самые основные элементы внутренних органов ну точнее, внутренние органы какие нам нужны, необходимы в этой работе Ну, прежде всего, это печень Печень, она большая Вот тут у нее правая часть В смысле, это правая, левая Там всякие желчные протоки идут Примерно вот тут находится желчный пузырь Сверху идет пищевод Который переходит через фильтр в желудок Вот такой получается желудок Здесь он переходит в двенадцатоперстную кишку Под ним, и так немножко за ним Находится поджелудочная железа Например, вот так вот нарисую Где-то она вот с ладонь примерно такого размера Здесь находится селезенка Ну, понятно, что органы, они как бы внутри находятся Да, мы просто рисуем проекцию визуально сверху Да, чтобы мы их определили Область малого тонкого кишечника Это примерно 10 сантиметров от пупка Вот такой вот диаметр Покажу Почки, это примерно 5 сантиметров от пупка Отступаем И это нижняя часть почек, да И вот вверх примерно в кулачок Вот такого размера у нас находится почка Что нас еще интересует Толстый кишечник Толстый кишечник начинается с аппендикса Это примерно вот тут находится От которого начинается самая толстая кишка Идет ее восходящая часть Средняя часть она как бы такая подвисает вниз Здесь нисходящая часть Сходит вниз, переходит в сигмовидную кишку И делает поворот И уходит в прямую кишку На сброс Всего ненужного отработанного материала Соответственно, вот тут у нас Мочевой пузырь За ним находится Ну, у мужчин предстательная железа Она вот из двух таких долей состоит У женщин Примерно 10 сантиметров от влагалища Начинается матка Примерно фаллопевые трубы Тоже по 10-12 сантиметров Идут в бок И заканчиваются яичниками Вот так вот Ну вот основные органы Которые мы будем прорабатывать Мы изобразили Нарисовали Так, теперь сама работа Что мы делаем Смазываем мягко все маслом Ну, конечно, все Рисунок сотрется Но мы, я думаю, успели его зарисовать Или запомнить И начинаем работу С мягкого прикасания к животу Потихонечку Приходя в доверие К нашим внутренним органам Потому что Они пугаются Мозвестные извне И могут Утечь У них есть своя Такая сознательная часть Они могут перемещаться Немножко Утекать в бок Чтобы на них Не было резкого воздействия Поэтому Мы потихонечку От поверхностного воздействия Все глубже-глубже Заходим В Ткани Брюшины нашей К слову скажу Что в брюшине Находится еще Третий мозг О котором Мало кто знает И говорит У нас, как правило, два мозга Головной и спинной Оказывается, есть еще брюшной мозг Он в тонких стенках брюшины находится И в нем Оказывается Нервных окончаний Сравнима С головным мозгом То есть Не особо меньше И оттуда К нам приходит Очень много сигналов Об окружающем мире В том числе И внутренние органы У нас работают С нескольких функций Во-первых Они исполняют Свою прямую функцию Во-вторых Когда у нас отсутствует Какой-то орган Они иногда Частично Заменяют Его функции И Они вибрируют Каждый орган Вибрирует В своей В своем диапазоне И Как вы знаете Весь мир Это вибрация Вибрация Она За счет Своего чистоты Такта Амплитуда Она несет информацию Несет закодированную информацию И если Ну движения Сейчас любите Плавные По кругу По часовой стрелке Потихонечку Доставляя Увеличивая давление Внутрь В живот Чтобы человеку Было комфортно И он К этому привык Давление И вот многие говорят Откуда у нас там Интуиция Подсознательное Такое решение То что мы Что-то уже Заранее Как будто бы Знаем Оказывается Это вот Наши органы Они связываются С окружающим Пространством И за счет Вибраций Получают Этому информацию Которые Передают Потом По нейронным Светом В мозг Я рисовал Окружность Маленькую Далд Пример 10% Это 10 сантиметров Вокруг Пупка Это Вот наш Первый Циферблат Совой Циферблат У нас идет По Ребру Есть По Подвздошным Костям Мы Опять По Часовой Стрелке Начинаем Отжимать 12 часов Час Два Часа Три Четыре Пять Часов Шесть Семь Восемь Девять Десять Одиннадцать Двенадцать По большому Циферблату Двенадцать Час Два Три Четыре Пять Шесть Семь Восемь Девять Десять Одиннадцать Двенадцать Болезни немножко? Нет Нет Старайся не напрягаться Расслабляйся все больше и больше Дыши спокойно и плавно Подхватываем Верхнюю диафрагму Она примерно По уровню Ребель идет Поднимаем ее Расширяя ребра Тут у нас воздействие идет Каким образом? Туда куда направлено Наше внимание С тем органом С тем местом мы работаем То есть мы должны Осознанно представлять Визуализировать Как будет картинку И соответственно Если мы работаем С диафрагмой Вот мы ее распрямляем Раздвигаем И разглаживаем Она становится плотная Ровная И упругая Далее у нас идет воздействие По всем внутренним органам По часовой стрелке Начиная справа налево Первое что у нас в пище приходит Это в желудок Мы нажимаем на желудок И прокачиваем Провибрировав Таким образом Чтобы инерция Шла в него Девольно? Следующее Это печень Зашли по дебюре И приближали туда Насылай импульс туда В печень Следующее Это желудочный пузырь Примерно на 11 часов И вот Ближе к ребрам Ну так скажем Одна треть От этого расстояния Да Вот здесь вот Можно продавить поглубже И нащупать Такой небольшой Шарообразный Клисток Не больно Непонятно Непонятно Она бывает болезненно Была загнута протоки Желчная Либо она переконнена Ну психосоматически Такое это о том Что человек Какую-то злость Гнев Себе гнетет Душит его в себе А этому нету выхода наружу Больно тут Вот Как правило Если орган больной Да Ну так немножко побалевать Возмездно Да То боль сразу уходит Если Не больно Нет Пустяний Он на кое-что Не на костяне Да А Тогда Здесь Вот Кожи Так И тут Чуть-чуть На Плотно Немножко Живот Тут Да То Соответственно В этих местах Мы убираем спазм Каким образом Мы дали на эту точку На вдохе Вот Убираем Что-то Больно Немножко Да Вот Мы нашли Это болевую спазм И теперь Дыши Спокойно Медленно Дышим Вот эти болевые спазмы Мы медленно Продышиваем И боль Будет уходить Достаточно быстро Буквально Минуткой И она уходит Дыши Дыши Не ослабляем Нашу Холодку Проходит? Когда совсем идет Скажешь Представляем Что Мы дышим Через эту точку Вдох Выдох Делаем Через нее Мы понимаем Эту боль Мы ее принимаем Мы ее не отвергаем Мы посылаем туда Любовь Мы ее любим Мы понимаем Что она нам нужна Зачем это дана Может быть Как сигнал Может быть Как симптом От того Что надо Избавиться И Отпускаем Эту боль На руку Кстати Когда идет Зевание Это тоже Хороший признак Это значит Из человека Уходят Все вот эти Вот Внешне Многописленные Раздражители Которые могли Прососаться К ауле То есть Тут идет Еще чистка Такая На энергетическом Уровне Но уже прошла боль Да Уже прошла Отпускаем В некоторых случаях Можно услышать Как что-то потекло Денадцатоперстную кишку Теперь мы Мы также Можно проверить печень Да Где там есть Болевые ощущения Также можно проверить Тонкий кишечник Сейчас Демонстрационный режим Я не буду Это все проверять Искать Боли Нормально Да Селезенку Вот Дальше Вибрации Выпускаем Соответственно Денадцатоперстную Кишку К ней Подключается Поджелезная Железа Старайтесь Не напрягаться Смешно Поджелезную Железу Теперь Селезенку Там внутри Она Туда Под ребра Теперь Справа Налево Нащупываем Через пять сантиметров Почку Вдох Пошла Зевать Хочется Зевать Можно Вдвоем Как Производят Прием И Провибрировали Если у вас Ногти То Желательно Разворачиваясь Руки Тыльной стороной Пальцев Другу Чтобы Ногтями Не травмируют Человека Перешли На следующую Почку Пишли В область Над Подвздошной Косточкой Чтобы Не давить На кость Нам Надо Создать Небольшой Валик Сверху То Мы Сверху Немножко Натягиваем Кожу Теперь То же самое Делаем С правой стороны После До этого Вот этими Движениями Больно Чуть Заколола Вот Это Толстый Кишечник Отзывается Видимо Наполнен Там Каловая Масса Есть Фекальные Камни Сейчас Мы их Доведим До сброса Соответственно Вот этот Прием Когда У нас Главное Работает Как Рыбка Вот Мы Дополнительно Толстый Кишечник Проходим Чтобы Процесс Был Завершен Полностью По Нисходящий Кишки Толстый Мы Пробиваем Через Руку Чтобы Удар Был Мягче Либо Кулачком Либо Таким Из руки Делаем Клювик Такой Клинику Морчевой Пузырь Продавливаем Главное Чтобы Человек Желательно Перед Таким Сеансом Не Ел И Сходил В туалет Тяже Чувствую Да Ну Я Просто Хочется Это Сходить Ну Сейчас Мы Затрачим И В принципе Массажа Это Нормально Да Что Схочется В туалет И Погрешен И По Маленькому Немножко Калывая Массу Находится Здесь Поэтому Можем Вот Таким Угон Туда Подтолкнуть Не Колит Тима Видно Кишки Получается В ту сторону Проигрируем Мощевой Пузырь Если Мужчина Надо Полечить Представку Железу Да То Можно Это Делать Не Через Анальное Отверстие Сзади А Может Спереди Пустой Мощевой Пузырь Должен Да Пройти Через Него И Глубже Она Размера Примерно С Промассировать Проигрировать Железу Женщину Можно Соответственно Промассировать Яичники В принципе У меня были Пациентки Которые Долго Могли Забеременеть С Мужем Уже Чего Не Пробовали Врачи Ставили Бесплодие И После Пару Тройки Сеансов Удивительно Но Через Девять Месяцев Рождался Ребенок Так Что Все Возможно Руки Могут Лечить Все Соответственно Энергетика Наших Ладоней И Пальцев Тоже Приналожение Создает Энергетическое Тепловое Поле Вихри Которые Также Водействуют На Внутренние Органы Оказывая Лечебный Эффект Все Заканчиваем Успокоительным Поглаживанием Нормально Нормальный Процесс Пошел Заканчиваем Просто Успокоительным Поглаживанием И Подъемом Внутренних Органов Мы их Поднимаем Вверх За счет Того Что Вот Вдыхай Животом И Выдох И Выдох А мы В этот момент Продавливаем Смещаем Вверх Держон Будем Сильно Давить Теперь Здесь Вдох Растягиваем Диафрагму Кожа Помягче Можно Войти Туда И Клаком Поглубже Локтем Можно Назайти Локтем Локтем